В этот день 1985 года в Октубе был открыт областной мемориальный музей Героя Советского Союза Алии Молдогуловой. В годы создания музея шло формирование экспозиции и научно-вспомогательного фонда музея. Проводилась научно-исследовательская и собирательская работа по сбору и изучению материалов, документов о жизни и подвиге героини. Поездки по местам жизненного и боевого пути Алии. Проводилась переписка и встречи с родными и близкими, командирами и однополчанами, педагогами и одноклассниками Алии. В 2013 году в этот день отравская школьница Гаухар Зайденова, ученица 11 класса городской технической гимназии, запатентовала изобретенный новый вид топлива для космических ракет. Гаухар стала призером на девятых международных научных соревнованиях по космическим исследованиям в городе Байконур. В номинации «Энергетика и химия топлива» она заняла второе место. Но самое главное, ее работой заинтересовались ученые, работающие в области космонавтики. В этот день 1900 года родился писатель, литературовед, академик Сабит Муканов. Один из классиков казахской литературы. Автор романов «Ботагос» «Сырдарья» автобиографической трилогии «Школа жизни». Видный организатор литературного дела в республике. Исследовал историю литературы и литературных процессов. В частности, вопросы становления и развития различных жанров казахской литературы, эстетики и культурного наследия театра и музыки. Его книги переведены на многие языки. В этот день 1928 года родился актер, народный артист Казахстана Нурмахан Жонтурин. Он снялся в более чем в 30 фильмах. Первая его роль – паренек Чукча Туматуги в фильме «Алитет уходит в горы». В фильме «Его время придет» впервые создал в кино образ Шокана Валиханова. На всесоюзном фестивале «Созвездие 90» за роль султана Бейбарса в фильме «Султан Бейбарс» Жонтурин отмечен призом в номинации за особый вклад в актерское дело. В этот день 1370 года в Париже началось строительство крепости Бастилия. Крепость представляла собой массивное четырехугольное здание. Восемь башен высотой более 30 метров, связанные стенами равной высоты, возвышались над городом. Бастилию окружал ров шириной в 25 и глубиной в 8 метров. Бастилия была настоящей твердыней и считалась одной из самых грозных крепостей в мире. Строили ее почти два века. В настоящее время на месте снесенной крепости находится площадь Бастилии.